Добрый день, дорогие друзья! Не так давно Путин высказался о возможности диалога с Навальным. В некоторых СМИ данная новость именно так и была озаглавлена. Она была озаглавлена как условие диалога с Навальным. Путин сказал, что диалог возможен, если у Навального будет конструктивная повестка дня, а не попытка привлечь внимание к собственной персоне. Ну, что я тут хотел бы прокомментировать. Как я уже неоднократно говорил, существует план А и план Б по развалу нашего государства. План А воплощает в жизнь те, кто сидят в правительстве в Кремле. Судя по тому, как идут дела в нашей стране и судя по тем решениям, которые они предлагают, видно, что эти люди занимаются откровенным саботажем, откровенным вредительством. И их цель в конечном итоге медленное, но верное уничтожение нашего государства. Что есть Навальный? Навальный это план Б. Это быстрое уничтожение нашего государства. И обратите внимание, куда бьет Навальный. Навальный бьет по коррупции. А что такое коррупция в нашей стране? В стране, которая является тотально коррумпированным государством. Во главе с Владимиром Путиным. Помните, когда Путин пришел к власти? Вы помните такие фамилии, как Ротенберг, Тимченко? Они вообще в список Форбс входили. Может быть, в список миллионеров какого-то там, я не знаю, курортного района Санкт-Петербурга. Они тогда входили максимум. Но никак не в общероссийский список Форбс. Правда? О чем это говорит? О том, что они стали миллиардерами благодаря тому, что их друг является президентом Российской Федерации. А это говорит о тотальной коррупции. Путин, когда возглавил нашу страну, он столкнулся с тем, что наша страна должна быть чем-то скреплена, чтобы не развалиться. Потому что, когда он принял нашу страну, она была тотально, что называется, на грани своей кончины. Год, два, три и Российской Федерации на карте мира бы уже не было. Если бы не Владимир Владимирович Путин. Это тоже надо помнить, ребята. Так вот, это юрист. Он не особо хорошо ориентируется в экономических процессах. Не особо хорошо ориентируется в том, как нужно управлять макроэкономикой. И, тем не менее, он решил, что должен быть какой-то клей, который скреплял бы всю эту сложную конструкцию. И клеем была выбрана именно коррупция. То есть, вот, коррупция на настоящий момент, это тот клей, который скрепляет наше государство. Убери сейчас коррупцию, и страна развалится очень быстро. Помните Яровую? Главный борец с коррупцией в нашей стране. Даже она сказала, что с коррупцией в нашей стране нужно бороться очень осторожно. Она это сделала именно потому, что она понимает, что есть коррупция в нашей стране. Это тот клей-момент, который и удерживает, скрепляет нашу страну, удерживает ее от развала. У нас в стране огромное количество различных народов, огромное количество различных языков, различных культур, религий. А это все противоречия. Все эти противоречия должны каким-то образом быть чем-то скреплены. И Путин решил, что коррупция, наверное, будет самым идеальным вариантом, чтобы все это каким-то образом сохранить. И это на самом деле работало. В условиях повышающихся цен на нефть на это можно было сделать ставку, он на нее сделал. И сейчас в условиях все понижающихся цен на нефть данная, в общем, идея уже не работает. И Навальный, он активизировался именно сейчас и бьет именно по коррупции. Как раз с целью уничтожения государства, чтобы наша страна развалилась. Ну, вполне достаточно почитать его программу, чтобы понять, что она абсолютно не жизнеспособна. Понять, что это какая-то, ну, на самом деле, филькина грамота. И я уже обсуждал программу Навального. Она, с точки зрения экономики, она контрпродуктивна, как говорит Лавров, министр иностранных дел. Так вот, что помимо этого хотелось бы мне добавить? Я хочу сказать, что сейчас на мировой рынок энергоносителей выходят Соединенные Штаты Америки. И Соединенные Штаты Америки интересуются самым, что называется, платежеспособным энергорынком мира. Это Европа. И чтобы выйти на этом рынке, где довольно плотно сидим мы, им нужно каким-то образом устранить такого серьезного конкурента, как мы. Поэтому существует, как я говорил, уже план А, то есть предатели, которые сидят у нас в правительстве, в Минэкономике и так далее. В Центробанке том же. И существует план Б, который, ну на мой взгляд, план Б сейчас олицетворяет Алексея Навального, который как раз бьет по тому, что скрепляет наше государство. То есть по коррупции. Ну как это ни странно звучит, но сейчас коррупция это то, что скрепляет наше государство. Развал государства нужен, играет на руку Америки, просто потому, что газ добывается в основном в регионе Западной Сибири и нефти. А деньги распределяются в восточноевропейском регионе, на восточноевропейской равнине, в столице нашей Родины, в городе Москве. Таким образом, если раздробить наше государство на кучу мелких, и транспортировка газа будет, и нефти парализована, и по большому счету у Европы не останется иного выбора, кроме как потреблять нефть и газ из Соединенных Штатов Америки. Вот сейчас видно, как эта борьба за рынки обострилась, и мы являемся заложниками вот этой вот настоящей борьбы. Алексей Навальный ни к какому диалогу с Владимиром Путиным никогда не стремился. Единственная его задача это снести действующую власть. Ни о каких, что называется, диалогах и договоренностях тут речи быть вообще не может. Это даже смешно. У них совершенно полюсные позиции. Навальный работает на интересы американского нефтегазового сектора, у которого задача упростить себе доступ на европейский рынок, то есть устранение нас как конкурента. И лучшим способом является раздробление нашей страны. А наша страна, повторяю, на настоящий момент времени существует, как это ни странно, благодаря коррупции. Вот такие вот нивы.